Добрый вечер. Меня зовут Пол. У меня американский паспорт, гражданство, но я прожил в Индонезии половину своей жизни. Я там уже 14 лет работаю, и я вовлечен в движение христианского образования. Я представляю всех, кто работает в христианских школах по всему миру. И меня просили коорнировать образовательный трек. И у нас было пять спикеров, и это настолько здорово было слышать их. Несколько было со Среднего Востока, из Пакистана, из Египта. И так классно было слышать о том, что Бог делает через них в их школах, через их образовательные программы для достижения детей. Это просто у меня глаза открылись. Когда мы смотрим CNN или читаем газеты, мы получаем совершенно другую перспективу того, что происходит в мире. А для меня большая ценность быть на этой конференции, и я знал, что Бог будет говорить здесь со мной. Я знал, что чему-то здесь научиться смогу, чему-то здесь. Но самая большая ценность для меня представляет... Это люди, которые горят тем, чтобы наставлять детей. Вы знаете, когда мы служим детям и горим этим, часто мы чувствуем себя одиночками. И очень редко, когда есть люди, которые горят тем же самым вокруг нас, и мы чувствуем себя одиночками. Некоторые смотрят нас, думают, что мы сумасшедшие. Но посмотрите, друг, посмотри на весь этот зал. Как здорово! Меня-то так вдохновляет, что здесь много есть людей, которые горят одним и тем же. Мне кажется, это... Мне кажется, это... Знаете, у Бога есть чувство юмора, потому что я никогда не думал, что Бог призовет меня к христианскому образованию, потому что я просто всегда не любил образование, не любил учиться, мне скучно было сидеть в школе. Я всегда проблемы создавал в школе, никогда серьезно к школе не относился, поэтому Бог просто, вот видите, как пошутил, что призывал меня. Когда я жил в Лос-Анджелесе, и мне было 20 с чем-то лет, и Бог позвал меня основать церковь в Лос-Анджелесе, в районе, где орудуют банды. Бог позвал меня, Синди, и мне, чтобы служить в Индонезию в Индонезию. А потом, в 1999 году, Бог призвал нас в Индонезию служить там. И я начал там служить, и там была просто очень классная работа, и очень такая, знаете, я бы сказал, элитная школа, у нас было много компьютеров, мы могли строить новое здание, у нас были отличные учителя. И тем не менее, вокруг школы нашей были люди, местные жители, люди, которые пришли из сел. И был один из наших сотрудников, который мне говорил, пойдем посетим христианские школы, потому что я работал в частной элитной школе. И когда мы посещали эти школы, христианские, бедные школы, я видел, какие посвященные там были преподаватели, которые зарабатывали так мало, но у которых были громадные сердца, и у которых практически не было никаких помещений и ресурсов. И они так сильно повлияли на меня. И в то же самое время, я продолжал встречаться с многими верующими, и МВБ, это люди, которые обратились от мусульманства к христианству. И когда я встречался с ними, они рассказывали очень похожие истории. И они рассказывали, что когда они росли, когда они были детьми в их деревне, единственная школа, которая там была, это христианская, и это то, что привело их к Христу. И у нас 5000 школ, и вы знаете, эти школы очень часто представляют собой одну комнату, в которой встречаются преподаватели с детьми. И я, знаете, с таким большим количеством людей познакомился, которые начали ходить с детьми, начали ходить в христианские школы, и именно через это они познакомились со Христом. И это то, о чем Бог мне говорил. Когда я вернулся домой, я помню, я проснулся в 2 часа ночи в воскресенье, и Бог через Духа Святого говорил со мной, и Бог поместил в мое сердце видение, желание бросить это теплое местечко, в той частной школе, где я работал, и открыть в Индонезии новую школу, которая стала бы образцовой для других школ, и где мы могли бы обучать преподавателей для других школ, и для того, чтобы поднимать лидеров для нашей нации. Вот Индонезия, 13 тысяч островов, четвертая самая большая территория в мире, и если вы посмотрите справа, вы увидите остров Папуа, похож на динозавра. Этот остров один из самых отдаленных и самых небезопасных сумасшедших мест на Земле. И это то, когда мои родители съездили в 62-м году, они забрались в небольшую лодку, путешествовали 20 миль по реке, поселились среди одного племени в джунглях, где жили каннибалы, и там мои родители прожили 16 лет. Мой отец написал книгу «Дитя мира», которая является описанием того, как Евангелие ожило в той культуре. И одновременно во всем острове Папуа в конце 20-го столетия сотни тысяч людей, все еще, которые жили в грехах, которые жили в грехах, они обратились ко Христу. И 80% людей, которые проживают на этом острове, где проживает 2 миллиона человек, все сегодня называют себя христианами. Я считаю, что одно из самых больших движений насаждения церквей, возможно, за последние 2 тысячи лет история церкви, потому что за такой короткий период времени многие люди так отреагировали на Евангелие. Можно сказать, целые просто долины, в которых находились эти деревни, они просто стояли в очереди для того, чтобы их крестили. Моя семья переехала обратно в США, и я просто потерял связь с тем местом, где жили мои родители, и потом я вернулся снова, вернулся туда, где я вырос, Папуа. И я бы ожидал, что если Евангелие пришло туда, если там столько тысячи церквей были основаны, я бы ожидал, что там должна быть какая-то видимая трансформация общества, преобразование, что там будут здоровые семьи, что там будут мирные общины. И это то, что я ожидал, когда я туда ехал, возвращался домой, к тому месту, где я жил. Но то, что меня ожидал, это шок. Папуа стало местом, где живет одно из самых больших, где живет большое количество людей со СПИДом. Стало местом, где девчонкам вечером не стоит выходить. Папуа – это место, где живут разбитые семьи, где есть банды, где люди неправильно пользуются оружием. И есть наркотики. Страна, в которой столько много ужасных проблем. И меня это разочаровало, и у меня даже был кризис веры. Как та мечта, которой я жил там, когда был ребенком, могла превратиться в такое место? И я начал задавать очень искренние вопросы, что пошло не так? потому что миссионеры, которые евангелизировали людей Папуа, были моими героями. Они жизни своей отдали. В буквальном смысле некоторые погибли в авиакрушениях, когда летели в эти джунгли. Они жизни своей отдали полностью. И когда я начал задавать им вопросы, то я нашел несколько похожих ответов. Многие из них сегодня искренне признают, что ученичество было не частью их вокабуляра даже. Они были тем поколением, которое жило идеей, что Иисус придет во время их жизни. И поэтому с такой верой у них было очень краткосрочное видение. И идея наставничества не была в их функциональных обязанностях. и вот, что я скажу, то, что мы видим сегодня. И я не хочу уже настолько примитивно говорить об этом, потому что можно написать просто тома об этой ситуации. Но я говорю лично. даже в моем личном жизненном путешествии меня обличили, что я этим не занимался. И я начал искать Бога и задавать вопрос «Боже, что ты хочешь, чтобы я делал?» И вот у меня записано четыре краеугольных камня нашей реакции в служении. Первое — это путь Иисуса. Когда я смотрю на то, как Иисус жил, Иисус мог использовать любую стратегию для того, чтобы запустить, начать свое царство и для того, чтобы насадить церкви по всему миру. но что Иисус делал? Очень просто. Иисус призвал небольшую группу молодых людей. Мы используем слово «ученики», но в действительности это значит «учи» по-русски и есть «ученики». Он стал их раввином, их учителем, их гуру. И в культуре того времени в Палестине раввин был человеком, который брал под свое крыло группу примерно 12 человек возрастом от 16 до 18 лет. Эти молодые люди, они обычно следовали за раввином и они копировали все, что он делал. То, как их раввин кушал, они кушали. То, как он зачесывал свои волосы, они также зачесывали свои волосы. Все, что он говорил и то, как он это говорил, они исследовали и копировали все, что он говорил. И интересно то, что даже в начале его служения Иисуса сразу же назвали учителем. не верьте в те картины Микеланджело, которые он нарисовал, потому что когда мы смотрим на картины Микеланджело, мы видим этих мужиков серьезных с большими бородами и таких здоровых взрослых. Потому что в действительности Иисус был молодежным пастором, потому что его ученики были подростки, 16-18 лет в среднем. И я вам гарантирую, как только вы начнете об этом думать с такой точки зрения, то вся история совершенно по-новому для вас откроется. когда или вспомните историю про сыновей Завидеевых, когда мама спрашивала Иноу, кто будет сидеть рядом с тобой, там подростки были, мама пришла с подростками к Иисусу. Или когда мы читаем о том, когда Иисус задействовал своих учеников, все по-новому, мы начинаем по-новому рассмотреть, когда мы понимаем, что это были подростки рядышком с Ним. Иисус занимался ученичеством, и Мое ученичество оно глубокое, и оно долгосрочное. Три с половиной года Иисус вкладывал свою жизнь в этих молодых людей. Второе. Я бы хотел обратить внимание на вторую реакцию, это реакция измерений. Подумайте о влиянии, влияние, это продукт. И для меня очень очевидно то, что когда у тебя большая группа людей, на которые ты можешь влиять, например, на тысячи людей, тогда ты обычно теряешь глубину, когда ты влияешь на тысячи людей. Поэтому, чем шире ты распространяешь свое семье, тем более поверхностный уровень твоего влияния. Но если ты влияешь на одного человека и очень имеешь глубокое влияние на этого человека, тогда это небольшое влияние, хотя бы большое в глубине. Поэтому, когда мы говорим о влиянии, нам нужно думать об измерении, в котором происходит это влияние. и насколько это противоречит нашей интуиции, Иисус выбрал именно узкий путь влияния. У нас есть несколько примеров. Три, может быть, четыре, когда Иисус обращался к большим толпам людей, тысячам людей, но тем не менее мы читаем, как очень часто Иисус учил днем и ночью небольшую группу людей, обучая их с целью, чтобы поднять их как лидеров для следующего поколения. Третий краеугольник нашей реакции это восприимчивость. Я не буду тратить много времени на это. Об этом много уже говорили, поэтому я перескочу к четвертой реакции. Четыреста. Несколько лет назад меня это очень сильно удивило. Что представляет эта цифра? Один учитель, который понимал, как делиться Христом с учениками, человек, который понимал, как дети обучаются. Учитель, который был экспертом в образовании, у которого сердце горело с его учениками, и вот возьмем этого учителя, и если этот учитель будет обучать каждый год 20 человек, и он будет обучать их, и будет каждый год обучать по 20 человек, то этот учитель имеет невероятную, уникальную возможность повлиять на умы и души 400 человек, обучая 20 человек каждый год на протяжении 20 лет, 400 человек. Если выбирать, каким учителем быть, то насколько важно я решил быть в жизни учителем, чтобы так повлиять на других. Я знаю, что там очень плохо вам видно эти слайды, но если вы посмотрите в центральный круг, там написано «выпускники». в 2003 году я основал школу, и эта школа была основана с целью обучать 20 лет, не так, как обычная школа, где учрежданская обычная школа, где обучают одинаково и очень похожа на обычные государственные школы, только добавляя урок библейской этики, здесь мы развивали школу, школа, которая, где была заложена, где мы обучали творчеству с Божьей точки зрения, где мы обучали преподавателей совершенно новые модели обучения. Я хотел показать миру, что да, может быть школа, которая может серьезно повлиять на весь мир. Я посвятил себя на протяжении 10 лет развивать эту школу. И 10 лет мы эту школу развивали, и на 11-й год мы начали обучать преподавателей. И сейчас вот мы как раз находимся на 3-м году, когда мы начали уже проводить обучение для других учащих 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 учащих, но есть такая тенденция, которую я заметил в Индонезии, может быть, в вашей стране тоже есть такая тенденция, но когда молодой человек в молодом возрасте горит Богом и любит Библию, так живет, то что он начинает, как взрослый себя вести по отношению к этому молодому человеку. Что они обычно ему говорят? А я станешь пастором, сынок. Я не хочу обидеть здесь пасторов, но чем больше я представляю себе церковь, то тем меньше я думаю о том, что происходит в воскресенье утром. Я люблю то, что происходит в воскресенье утром, где мы прославляем и слово там проповедуется. Но ведь миссия для нас другая. Наша миссия высвобождать наслужение, чтобы люди шли в мир, чтобы люди были в правительстве, чтобы люди были в бизнесе. Мы являемся светом на земле и мы являемся солью. Поэтому видением этой нашей христианской школы является поднимать лидеров, людей, которые знают Бога, которые слышат Его голос, которые понимают Духа Святого, но людей, которые работают с понедельника по пятницу каждый день недели, они работают, занимают какие-то должности и там работают. Посмотрите на области, различные области общества, где нужны профессионалы, например, сверху образование. В области образования есть очень много голосов влияния. и мы хотим, чтобы христиане заняли эту область, чтобы они имели голос влияния, или слева медицина. Мы хотим, чтобы верующие поднялись и заняли также эту область. Наша... мы хотим выпускать таких ребят из нашей школы, которые знают Богу, которые знают пасторов, которые горят служением, но которые хотят быть пасторами, и которые служат людям как врачи, и как медсестры, и как ученые, которые ведут нашу нацию в области медицины. Следующий бизнес. Если нашим видением является поднимать предпринимателей, то мы обычно говорим своим ученикам, если вы хотите заниматься бизнесом, то мы вас призываем быть очень хорошими профессионалами, потому что вы должны проявлять Бога через свою жизнь. Я не хочу, чтобы ты сидел где-то там кассиром в каком-то мини-маркете. Я хочу, чтобы ты был таким бизнесменом, который влияет на мир, который покажет миру бизнеса, как управлять финансами таким образом, что будет прославлять Бога. следующее церковь, и мы действительно имеем видение поднимать лидеров для будущей церкви. Медиа, средства коммуникации, мы преподаем искусство, потому что мы хотим, чтобы появились писатели, режиссеры, филмейкеры, люди, которые создают кинокартины для Царства Божьего, искусство, технология, правительство. Мы хотим, чтобы эти области были не просто захвачены, но где были бы верующие лидеры, которые бы вели все эти области. Я хочу, чтобы вы молились за нас. Все, кто здесь находится, пожалуйста, хочу, чтобы вы обойтили внимание нашей школе, потому что мы являемся служением поместной церкви, мы посвящены поместной церкви, и мы одно, мы являемся крылом церкви в образовании. И хочу, чтобы вы видели нас как партнерами в вашем... я не знаю, что это на лидер, я не знаю, что это Я не знаю, что это не знаю, что это но как партнерами, вот и тоже. Продолжение следует...